Здравствуйте, дорогие друзья! Недельная глава Мешпатимы говорят мудрецы, что, как ни странно, вот эта глава, которая говорит о долгах, о законах, она самая мистическая в Торе. Она говорит о перевоплощении, потому что малейший спор, который не разрешен в этой жизни, обязательно души возвращается. Вообще, что такое, ну давайте разберем эту духовную лестницу. Все, что относится к духовному миру, по Кабале написано, можно разделить на три группы. Первая, это такие особые там сверхдуховные силы, вторая, это ангелы, третья душа. Первые, трансцендентные вот такие великие силы, это духовные бесплотные сущности, еще более возмышленные, чем все, что нам может быть известно. Они ближе всех к Богу, для них больше всего ощутимо божественное присутствие, и в соответствии с их уровнем у них есть названия, там, например, колеса трона Всевышнего и так далее. Ангелы, это духовные существа, которые были созданы, чтобы быть пославниками Всевышнего, исполняя его желания. Каждый из них по воле Творца создан, определен для действий в своей сфере. Ангелы располагаются на разных иерархических уровнях. Все ангелы, слуги Бога, они исполняют только его волю, и все, что происходит в мире, и хорошее, и плохое, осуществляется через них. Души, это духовные сущности, к которым надо входить физические тела, образуя с ними связь. Вот мы с вами, если живы, значит, у нас есть душа. Есть два состояния души, один внутри тела, а второй еще в ожидании. Часто задают вопросы, если человек каждый раз возвращается, душа, в этот мир, и каждый раз там накуролесит что-нибудь, как же тогда вообще никогда, по идее, только ситуация будет ухудшаться? Отвечает Каббала, если человек исправил какую-то часть своей души, она уже не может быть нарушена никак, даже если при новом переселении души он опять совершит грех. Таким образом, добро все время увеличивается, а зло за счет очистки, да, может быть, нестойкое, не растет, и не имеет собственного существования, оно только отсутствие добра. Совсем недавно, кстати, ученые установили, что кровь обладает генетической памятью, хранит всю информацию о человеке, его физическом и духовном состоянии. Кроме того, они пришли к уникальному выводу, что кровь помнит все, что происходило с душой в прежние времена. Написали в Каббале в другой реинкарнации, это память души человека, кровь. Воскрешение из мертвых – один из главных постулатов иудаизма. Божественная справедливость требует, чтобы при окончательном избавлении все поколения, которые когда-то жили, были избавлены. Мертвые тоже должны жить, чтобы участвовать в осуществлении того обещания, которое оправдает тяготы времен. Кстати, в Талмуде, в трактате Сан-Кедрин, говорится, что часть строителей Вавилонской башни в наказание была превращена в обезьян. Дарвин просто перепутал. Не человек произошел от обезьяны, а обезьяна произошла от человека. Рассказывается много о праведнике, которому плохо. В каббалистическом медраше Сефира Баир задан вопрос, почему есть праведники, которым хорошо, и праведники, которым плохо. И дан ответ, что праведник, которому плохо, это был плохой человек, скажем так, в прошлом. И теперь за это наказывается. И дальше объясняется, что в прошлой жизни он что-то наделал. И вот, например, праведник Йов, который очень страдал в этой жизни, был новым воплощением души Тераха, отца Авраама. И своими страданиями скупил прошлые преступления. Потому что Терах был не только главным визирем нечестивца Немроды, но и он был главным жрецом вавилонских культов. И поскольку он не только сам грешил, но и уводил от Бога все древнее человечество, то его раскаяния, совершенное перед смертью, не хватило. И только в заслугу его сына Авраама душа Тераха была представлена возможность искупления. И если уж совсем интересно, его душа сначала воплотилась в племянники Авраама Уцы, первенцы Нахора. Потом Уца умер бездетным, его жена вступила в левератный брак, и бум такой, и с братом Бузом. И родился кто? Йов, правнук Тераха, в котором воплотилась его душа. Кстати, несмотря на то, что Йов в своей жизни действительно был совершенно праведником, он был лишен всего имущества, детей, заболел очень серьезным недугом. И все это искупило его прошлые грехи. История Хаим Виталь, великий каббалист, сказал, что я видел своего учителя и спросил, знаю ли я, от чего печалился, например, царь Давид о смерти своего первого сына от Балшевы. Он сказал, что я не знаю, ответил ему. Он сказал, затем этот сын воплотился в Нехемию, который стал великим человеком потомка Давида. Аризаль в книге Шаар-де-Люин пишет, что Белам был превоплощением души Лавана. То есть, все известно, в Кабле известно, кто кем был, кто как родился, кто с кем перешел. Есть очень много рассказов об этом. Например, 10 великих мудрецов Израиля, которые были казнены римлянами, все 10 были воплощением 10 братьев, которые продали Йосифа в рабство. И так было постановлено великой справедливостью, что они должны были вернуться и пострадать. Ради Акива, раби Акива, он вообще был величайший человек, он мог освободиться, умертвить палачей. Он был Гильгуль, одного из братьев, Иссахара. И поэтому такое произошло с ним. Поэтому пусть никто не думает, что можно, знаете, что-то натворить и пойти дальше. Так не бывает. Мы обязательно будем отвечать за последствия своих поступков. И лучше это осознать сегодня или позже, чем никогда. Поэтому брахавы от слаха, всего самого лучшего. Мир намного сложнее, чем нам кажется. И его сложности, все это заложено в Кабале, в еврейской торе. Надо только учить, и истина перед нами будет. Брахавы от слаха.